Здравствуйте, с вами Корнев Антон, основатель юридического агентства Корнев и партнеры. И сегодня мы поговорим про чек-лист при осмотре автомобиля. Начинается пора отпусков и подавляющее большинство автолюбителей столкнется с тем, что сотрудники ГИБДД будут осматривать их машины. Не путать с досмотром. Подписывайтесь на мой канал, я обязательно в ближайшее время сниму чек-лист про досмотр автомобиля. Итак, что же нужно делать, когда ваш автомобиль хотят осмотреть? Для начала вы должны понимать, что осмотр это визуальное исследование вашего автомобиля. То есть влезть внутрь не могут. Первое, что вы должны сделать, это удостоверить личность того сотрудника полиции, который к вам обращается. И спокойно попросить его предъявить свое удостоверение. Даже если сотрудник ГАИ говорит о том, что у него есть нагрудный знак, это ничего не значит. Вы имеете полное право попросить сотрудника ГАИ предъявить его удостоверение. Когда вы удостоверитесь, что это именно тот человек, совпадает фотография, вы должны спросить причину осмотра. Сотрудник полиции скажет что-нибудь, как обычно, похоже на машину из ориентировки, например, или какая-то там у них операция. На это особо обращать внимание не стоит, потому что они в данном случае действительно правы и имеют полное основание для осмотра автомобиля. После этого я вам рекомендую выйти из машины, поднять все стекла и закрыть все двери. Включить телефон и спокойно вместе с сотрудником полиции производить осмотр. Что может делать сотрудник полиции? Заглядывать в окна. Не более того, если он вас просит открыть автомобиль, это уже досмотр. Вы ему должны тактично сказать о том, что это совсем другая процедура, нужны двое понятых, будем оформлять. Так и только так. И как я уже сказал, если осмотра не избежать, то вы имеете полное право снимать ход осмотра на свой телефон. И ни один сотрудник ГАИ не имеет права вам этого запретить. Совершенно спокойно снимайте. Говорите в камеру, где вы остановились, какое сегодня число, время, какой сотрудник вас остановил и что сейчас происходит. На телефон или на регистратор вы имеете право снимать, в том числе и удостоверение сотрудника ГИБДД. А сейчас я отвечу на два самых популярных вопроса от моих подписчиков. Первый. Что делать, если нет денег на адвоката? Очень просто. Не влипать. Смотрите мои обучающие программы корнев.москолу. Это не освободит вас от ответственности, но позволит избежать очень серьезных проблем, когда вы будете общаться с правоохранительными органами. И второй. Где взять хорошего адвоката? Очень много шарлатанов наобещают, денег возьмут, ничего не сделают. Работайте с моими адвокатами. Мы представлены почти в каждом субъекте Российской Федерации. В 80 городов. Я лично несу перед вами ответственность за квалификацию своих адвокатов. А теперь на что нужно обратить особое внимание. Следите за тем, чтобы один сотрудник производил осмотр. Только один. Следите за тем, чтобы машина была закрыта и окна, в том числе и люк, тоже закрыты. Чтобы нечаянно ветром туда что-нибудь не попало. Чего до этого не было. Внимательно следите за тем, куда перемещается сотрудник, который осматривает с вами автомобиль. Ну и наконец, если сотрудник ГИБДД попросит вас продемонстрировать содержимое багажника, это на ваше усмотрение. Хотите, показывайте. Не хотите, настаивайте на том, чтобы был досмотр с понятыми. Обычно сотрудник ГИБДД очень ловко это обходит. Если вы не хотите показать мне содержимое багажника, продемонстрируйте аптечку и огнетушитель. В большинстве случаев это находится в багажнике. Водитель его открывает. Сотрудник ГИБДД видит, что лежит в багажнике. Ну и какой смысл. Но если сотрудник ГИБДД, когда вы открыли багажник, вдруг полез туда руками, немедленно закрываете багажник и повторяете ту же самую фразу. Это уже досмотр, другая процедура, требует составления протокола и понятых. Ну и естественно, а что делать, если все не так? Так, есть телефон полиции, 102, не звоните 112, это общий телефон экстренных служб, будете дозваниваться полгода, 102, есть телефон службы собственной безопасности, МВД, найдете на любом сайте, и есть телефон дежурного по прокуратуре. Если творится что-то невообразимое, или вам кажется, что ваши права нарушают, совершенно спокойно звоните по этим телефонам. У вас из рук телефон никто не имеет права забирать, никто не имеет права вам запрещать снимать. Если только это не какая-то силовая операция по задержанию, а вы это сразу поймете, поскольку окажетесь на асфальте. Пользуйтесь этим чек-листом, и у вас будет гораздо меньше проблем. Не гвоздя вам ни жезла, подписывайтесь на всякий случай, с вами был Корниф Антон. Дамы и господа, если вы опасаетесь, что вас могут вызвать на допрос, может быть обыск дома или в офисе, может начаться внеплановая налоговая проверка, одним словом, правоохранительный орган, полиция, следственный комитет, ФСБ Российской Федерации проявляет к вам повышенный интерес, и вы хотите защитить себя и свой бизнес, переходите по ссылке корниф.москул, один звонок, и вы под защитой.